СТРУКОВСКОГО САДА Полторы тысячи квадратных метров заасфальтировано. Ход работ находится на личном контроле главы города. Какими будут спуски рядом с каменным гротом, решать будут вместе с жителями. Упор делается не только на красоту, но и на надежность, долговечность и удобство для самарцев. Чтобы стекающая дождевая вода не разрушала исторический забор, сконструировали специальный желоб с выходом к ливневой канализации. По проекту здесь также появится скейт-парк, который будет соответствовать международным нормам. В целом Струковский сад сохранит свой исторический облик, обещают в администрации Самары. Готовится к открытию школа в Южном городе. Это целый образовательный центр на полторы тысячи учеников. Здесь реализовали инновационный подход к обучению. В первую очередь внедрили высокие технологии. Турникеты на входе распознают отпечатки пальцев. В здании пять спортзалов и большой актовый зал со звукозаписывающей студией для музыкальных групп. В новую школу уже зачислили 1400 учеников. Здесь сформируют 55 классов. Уроки будут проходить только в первую смену. После – дополнительные занятия и творчество. На улице Алексея Толстого идет комплексный ремонт. Дорогу приводят в порядок по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас работы ведутся на участке от улицы Некрасовской до Крупской. Обновляют дорожное покрытие, бордюры, газоны и тротуары. По возможности обустраивают дополнительные парковочные места. Качество работ на всех этапах контролируют сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». При выявлении нарушений следят за своевременным их устранением. После того, как будет уложен верхний слой, специалисты возьмут керны и проведут испытания образцов. Работы ведутся в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта. В сквере Устинова между Галактионовской и Самарской идет комплексный ремонт. В середине августа там сняли старое асфальтовое покрытие, и теперь рабочие приступили к укладке плитки. Чтобы ускорить работы, оставили прежнее щебеночное основание. При необходимости восстановили разрушенные участки. Плитку укладывают по специальной многослойной технологии. На щебеночное основание стелят материю, чтобы не смешивались строительные фактуры. Поверх материи укладывают слой песка, затем его утрамбовывают с помощью спецтехники, чтобы плитка ложилась ровно. И затем на песок укладывается плитка. Работы ведутся на площади в 4,5 тысячи квадратных метров. Ремонт сквера является частью комплексного благоустройства улицы Галактионовской. Ее приводят в порядок по муниципальному контракту, который является частью приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершить ремонт сквера Устинова обещают к 30 сентября, а при хорошей погоде – возможной раньше. Продолжаются укрепительные работы у склона у театра драмы. Сначала рабочие сняли 20 сантиметров старого грунта по всей поверхности откоса. Затем натянули геосетку, ячейки которой заполняют новой землей. Сетка должна держать грунт и не давать ему ползти по склону. Поверх сетки уложат рулонный газон. Большая часть работ производится вручную из-за сложной формы склона. Освежать траву на газоне будет современная система автополива. Общей протяженностью почти 2 километра. Кроме высокого откоса, специалисты оформляют и газон через дорогу. Работы обещают завершить к осени. Новую трамвайную ветку от Ташкентской до стадиона Самара-Арена запустят досрочно. На данный момент строительство линий завершено на 40%. К новому году обещают 90% готовность. Почти полностью завершены земляные работы. Они сосредоточены в районе улицы Дальней, где идет устройство тоннеля для свободного проезда трамваев без пересечения улицы. Длина тоннеля 338 метров. Наполовину собраны все бетонные конструкции. Ведется устройство гидроизоляции, дренаж, извлечение свай. Проектом предусматривается еще и строительство трех новых тяговых подстанций общей мощностью 9000 киловатт. Они обеспечат бесперебойное выполнение нового графика движения подвижного состава. Всего на объекте трудится почти 200 человек и около 40 единиц техники. Объект планируют сдать в конце апреля 2018 года. Протяженность всей трамвайной линии составит 2200 метров. Редактор субтитров А.Семкин